«Заплати налоги и живи спокойно» – эта фраза, казалось бы, вошла в обиход как прописная истина. Однако для некоторых это вовсе не руководство к действию. С каждым годом белорусские бизнесмены все чаще переходят черту закона, привлекаются по 243-й статье. А ведь от своевременных налоговых поступлений зависит финансирование многих социальных проектов и комфорт нашей жизни. На территории Республики Беларусь активизировалась работа правоохранительных органов по выявлению налоговых правонарушений и преступлений. Так, например, если в 2021 году на территории нашей страны было всего выявлено 147 преступлений в сфере налогов, в 2022 – это 222, то за 10 месяцев 2023 года выявлено 275 преступлений в сфере налогообложения. Ну, применительно городу Бобруйску, это, например, если в 2021 году было 4 таких преступления, в 2022 – 8, то за 10 месяцев 2023 года всего 7 преступлений. Одной из функций государства является сбор и распределение налогов. Поэтому налоги должны платить все – физические лица, юридические, субъекты хозяйственной территории Республики Беларусь, которые расположены. Зачастую белорусский бизнес неправильно трактует законную возможность применения той или иной нормы налогового права, особенно в части льгот. В погоне за эффективностью нередко совершаются ошибки, намеренные или случайные, а это бывает чревато не только штрафами, но и уголовными делами. Выявление хозяйственных операций, основной целью которых является неуплата, либо неполная уплата суммы налога, осуществляется в каждом конкретном случае на основании собранных доказательств, фактических сведений о совершенных хозяйственных операциях и объектах налогообложения. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнеса с субъектами хозяйствования города Бобруйска. По результатам непроведенных внеплановых проверок, да начислено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. Финансовая милиция раскрыла очередную аферу. Местная фирма, которая занималась перевозкой пассажиров по маршруту Бобруйск-Минск, не внесла в казну более 750 тысяч рублей. Директор с помощью упрощенной системы налогообложения разделил деятельность общества на две компании. Руководителем поставил своего давнего партнера по бизнесу. Двумя директорами распределялась выручка от реализации между двумя обществами, что позволяло сохранять упрощенную систему налогообложения и не уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Кроме того, директора общества вынуждали водителей не выдавать чеки, исключение требования пассажира. В отношении менеджеров возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты сумм налогов. На основании приговора суда руководители фирм признаны виновными. Первому в колонии усиленного режима предстоит провести 3,5 года. Ранее он уже был судим по этой же статье. Обменяемому Н назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, со штрафом в размере 300 базовых величин, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать должности, связанные с исполнением юридически значимых действий сроком на 5 лет. Как показывает практика, нажиться можно даже на обычных пассажирах. Только на обмане далеко не уедешь. Подобные финансовые схемы придуманы не сегодня и пользуются ими далеко не гении. Разоблачаются такие махинации при любой тщательной проверке. Один из дней мы пришли к тому, что случился ковид, а нехватка клиентов были вынуждены о чем-то думать, как минимизировать. Как показало время, мы не ложно поняли интересы своей фирмы. К чему в данном случае привел меня сюда после проверки, проведенной ОДФР. Если оплатать время назад, то мнение прошедшего этого путь – это того не стоит. Лучше для себя решить либо закрыть свой бизнес, если не получается, независимо от ситуации, не важно, сколько ты проработал, важно, как ты в отношении с законом. Если обратиться к мировому опыту, во Франции за подобное могут дать штраф в 250 тысяч евро и посадить на 5 лет. В США к такому же тюремному заключению добавится сумма в 500 тысяч долларов. В Германии и вовсе срок может вырасти вдвое. Со стороны белорусского государства созданы и прописаны все условия. Бизнесу остается только их соблюдать. Но эта история в очередной раз доказывает – хочешь вести дело спокойно, не играй законом. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.